Неделя девятнадцатая. В этой серии сорока недель. Беременность и предрассудки. Верить или смеяться. Ваш малыш потихоньку учится дышать. Конечно, настоящий первый вдох он совершит только после рождения, но уже сейчас его легкие совершают около сорока ритмичных дыхательных движений в минуту. Скоро у него начнут открываться глаза, но какого они будут цвета, вы узнаете только через пару месяцев после рождения. На этой неделе вы можете почувствовать первые шевеления вашего малыша, как будто крылья бабочки взмахивают внутри вас, или плещется рыбка. Каждая мама описывает это по-своему. Женщины, которые уже рожали, могут ощутить первые шевеления уже на шестнадцатой неделе. На восемнадцатой, девятнадцатой, двадцатой неделе все первородящие мамы начинают чувствовать шевеление плода. С точки зрения психолога, это поворотный момент. Только тогда, когда возникают первые шевеления плода, ребенок дает нам о себе знать. До этого женщина расценивает свою беременность скорее как состояние, состояние ее организма. Но с того момента, как она почувствовала у ребенка, он уже кто-то. И для того, чтобы мамина привязанность к ребеночку сформировалась еще до рождения, очень важно, чтобы этот опыт был ей доступен. В прошлом, когда не было никаких методов исследования, первые шевеления плода считались главным признаком того, что с ним все в порядке. Редкой женщине удавалось отходить девять месяцев и не услышать ни одной приметы. Родители и подруги, соседи и коллеги все вспоминают, чего вам нельзя делать. Нельзя стричься, нельзя вязать, нельзя заранее покупать вещи для ребенка. Неудивительно, что с беременностью всегда было связано столько примет. У человека включается магическое мышление. Ему начинает казаться, что при соблюдении ряда условий он может как-то способствовать наиболее успешному разрешению от времени. Но все-таки не стоит себя слишком мучить этими приметами. Если вы чувствуете, что для того, чтобы быть спокойной, лучше что-то соблюдать, соблюдайте, потому что для нас гораздо важнее, чтобы мамочка на роду была спокойна и уверена в себе. Но тем не менее не стоит слепо следовать всем традициям, потому что уж слишком много условий вам придется соблюдать в таком случае. Каким из десятков примет стоит прислушаться, а что просто суеверие? Ведь за многими приметами лежат вполне логические обоснования. Все народные мудрости имеют некоторое логическое объяснение. Например, та примета, которая говорит о том, что беременной женщине нельзя вязать, говорит нам о том, что беременной женщине не следует долго находиться в вынужденном сидячем положении, так как это может нарушить кровоток новорожденного. А также та примета, которая говорит о том, что беременным женщинам нельзя смотреть на уродливое и страшное, подсказывает нам, что беременная женщина должна испытывать только положительные эмоции. Однако другие суеверия будут только мешать вам жить нормальной жизнью и готовиться к появлению ребенка. Например, не покупать приданное ребенку. С приметой покупать или не покупать детское приданное стоит обходиться точно так же, как и со всеми остальными. Если вам это удобно, если вы точно знаете, что в ближайшие дни после родов счастливый папа успеет купить все, что необходимо для ребеночка, конечно, соблюдайте. Но если же это условие невыполнимо, тогда не поддавайтесь тревогам. Знайте, что здоровье вас и вашего малыша зависит прежде всего от врачей, ну, конечно, от вас. Если ваши знакомые начинают вас мучить разговорами относительно того, что вот существует целый ряд примет, которые нужно соблюдать, попросите их, чтобы они не слишком сильно оказывали на вас давление. Здесь нужно учитывать, что, конечно, любая беременная женщина уязвима и впечатлительна. И если говорить о самих мамах, то не нужно искать дополнительных источников этих примет. Некоторые приметы абсолютно безобидны. Вам хочется мяса, значит, будет мальчик. А если живот круглый и выдающийся, точно девочка. Вы сможете проверить, насколько эти приметы были точны сразу после родов. Следующая серия «Сорока недель». Повседневная жизнь во время беременности. Можно ли водить автомобиль и работать за компьютером?